Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о послании к евреям, мы обратимся сейчас к третьей главе. В третьей главе автор продолжает ту цепочку рассуждений о Христе, которую он начал с самого начала, с первой, и которую продолжил во второй главе. И здесь он говорит о Господе Иисусе и предлагает читателю уразуметь его как посланника и первосвященника. Но при этом обратим внимание, конечно, на самую начальную фразу обращения своего рода выделения смыслового раздела тематического или нового абзаца, хотя в оригинале, понятное дело, не было ни заглавных букв, ни разделения на абзацы, и такого рода выражения как раз заменяли это. Итак, братья святые – участники в небесном звании. Ну, довольно понятно выражение «братья святые», потому что в первом столетии этим словом называли всех, кто принадлежал Богу, всех, кто признавал власть Господа Иисуса Христа как царя над собой. Это довольно понятно. Но, посмотрите, участники в небесном призвании или в небесном звании, вместе призванные к небу или причастные небесному призыву, то есть автор обращается к тем, кто призван небом, кто откликнулся на это призвание. Тоже потрясающая на самом деле картина того, что значат христиане, что это за народ, как это все устроено. Да, автор видит картину людей, которые призваны небом, которые в Иисусе встретили эти небеса небес. И, конечно, для иудейского автора это способ говорить о Боге и его славе. И вот уразумейте посланника и первосвященника. Выше автор говорил об ангелах и о том, что Сын Божий Иисус поставлен выше ангелов, поставлен посланником, через которого даруется нам твердый закон Божьего Царства, твердый закон спасения. Поэтому здесь он назван посланником. А и дальше вот еще одно важное очень слово. Автор говорит об Иисусе Христе как о первосвященнике, как о том, кто приносит Богу жертву за грехи народа, кто возглавляет почитание Бога, кто совершает богослужение, в ком оно, собственно, прямо-таки воплощается. Вот эта идея Христа как первосвященника тоже, в общем, имеет довольно глубокие корни, потому что представление о двух мессиях из царского рода Давидова, который восстановит политическую независимость, и священнического рода Ааронова, который восстановит подлинное богопочитание, вот они в те времена были популярны. Первосвященник – тот, кто коррумпированное или какое-то, не знаю, оскверненное, чем-то ущербное богослужение иудейское восстановит, сделает его подлинным, настоящим, таким, каким Бог хочет его увидеть, каким и все мы тоже хотели бы его увидеть. Вот представление о Христе, Мессии, как о первосвященнике, оно было в мессианских течениях того времени, в общем, вполне себе нормативным. Важно только, что здесь автор послания к евреям говорит, как о первосвященнике, о Сыне Божьем, который сам и есть эта жертва. И вот он говорит, первосвященник исповедания нашего Иисуса Христоса, который верен поставившему его, верен тому, кто сделал его первосвященником. Теперь смотрите, дальше автор пользуется аналогией с Моисеем, говорит о том, что вот Моисей тот, кто верен Богу во всем доме его, и домостроительство спасения – это то, что делает Моисей, но автор послания к евреям говорит о том, что здание, построенное Моисеем и Сын Божий, соотносятся, как соотносятся постройка и архитектор. Моисей действительно верен во всем доме его, но Христос, как Сын, правит Божьим домом, и дом его мы сами. Вот автор говорит о том, что он достоин тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто построил его. Таким образом, в представлении автора, посланник евреям, Иисус является архитектором тем, кто задумал, спроектировал, создал вот этот замысел, замысел о Божьем спасении. Помните, в начале говорится, в начале первой главы, о нем как о премудрости и сиянии славы, и начертании ипостаси, как о том, в ком вот это вот, это слово мудрости Бога пребывает. Вот похожий образ мы видим в начале третьей главы, хотя и несколько другой. Он как Сын правит его домом, а дом Божий – это мы. Ну, то есть, теоретически, конечно, можно предполагать, что речь идет именно о израильском этносе, о народе Божьем. Но такое толкование было бы, мне кажется, крайне узким. И, конечно же, гораздо более логично для автора, посланник евреям, говорить мы в данном случае обо всех людях, которые стали учениками Христа, которые стали учениками Сына Божьего. И вот он ведет нас за собой, потому что мы его дом. если, конечно, мы идем за ним, не теряем, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца. И дальше, смотрите, начав вот эту аналогию между Моисеем путем дарования закона, выводящим людей из плена в царство свободы, в покой Божий, и Иисусом Христом Мессии, посланникам и первосвященникам, которые реализуют полноту замысла, где Моисей был лишь частичным подобием. Вот дальше автор продолжает эту аналогию. Он говорит, ну, вспомните, как народ израильский, идя за Моисеем, ожесточился, отпал. И он цитирует здесь 94-й псалом и другие псалмы, посвященные этой теме, посвященные этому событию. «Не уклонитесь, не ожесточите сердец ваших, как во время искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Речь идет о сорокалетнем странствовании по пустыне, где народ Божий, собственно, вышедший с Моисеема из Египта, закончил свои дни, а лишь другое, следующее поколение через сорок лет смогло войти в землю обетованную, которую здесь псалмопевец называет «страна Божьего покоя». И вот автор послания к евреям говорит, собственно, вот посмотрите, они, заколебавшись и отступив, не вошли в страну Божьего покоя, и нам для того, чтобы войти в эту страну, надо следовать Иисусу Христу, надо быть верными, смотрите, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, потому что оно уведет вас от Бога живого. То есть переход через пустыню с отпадением и крахом сынов Израилевых приводится как аналогия жизненному пути христиан за Господом Иисусом. Смотрите, чтобы пока есть время, пока можно говорить ныне, чтобы никто не ожесточился. Как ожесточились израильтяне? То есть, по-видимому, путь за Иисусом, в которого мы уверовали, которого мы приняли как посланника и первосвященника, этот путь подобен пути Израиля в землю обетованную, в страну Божьего покоя, оподобен, значит, со всеми теми же рисками и опасностями. Но есть и фундаментальная разница. И автопосланник евреям говорит о том, что мы причастны Христу, мы теперь причастны Христу, если только храним до конца начатую нами жизнь. То есть, мы не двигаемся куда-то, чтобы к Богу прикоснуться и с Ним встретиться. Мы уже причастны к Христу, потому что Он стал подобен нам, потому что Он разделил наши немощи, то, о чем говорилось в конце второй главы. Вот эта причастность к Христу – это драгоценный дар, который дан нам для того, чтобы мы действительно могли этот путь пройти до конца.